Занятия по зумби, разминка, прохождение дистанции по парку. В Раздоле состоялся фестиваль скандинавской ходьбы, в котором зарегистрировались около ста человек. И все они участники проекта «Активное долголетие». Всего в Подмосковье за четыре года долголетами стали более 240 тысяч пенсионеров. В среднем за месяц к проекту присоединяется 5000 представителей старшего поколения. В свои 67 лет Нина Абрамовна каждое утро начинает со спорта. Именно скандинавская ходьба поддерживает тело в тонусе и дает правильный настрой на целый день. Уверена участница клуба «Активное долголетие». А я занимаюсь скандинавской ходьбой два года. У нас в Лазутинском парке замечательный тренер Владимир. Мы с ним ровесники, и он настолько с души относится к людям. Я, наверное, в первую очередь пошла, не самостоятельно стала ходить, а вот именно потому, что такой интересный тренер. И вот я хожу каждый день почти в 10 часов утра. На фестиваль приехали участники из Венигорода. Среди них и рекордсмены по скандинавской ходьбе. Василий Бочкарев преодолел подмосковные дороги без остановки за 22 часа. Общая протяженность его пути составила 108 километров. Вот организация «Активное долголетие», я считаю, это один из самых лучших социальных проектов, которые существуют, потому что это объединяет нас людей уже такого пожилого и за пожилым возрастом. Ну, ощущение полноты жизни. Глеб занимается скандинавской ходьбой с долголетами уже более пяти лет. Также проводит занятия по настольному теннису и по суставной гимнастике. Я тренирую на стадионе «Солнечное», там около 25 участников. На центральном стадионе «Одинцово» там у меня более 30 участников. Сейчас у нас будут проходить всякие разные мероприятия, разные активности и будем мы стараться как можно больше проводить их на улице. Особое внимание в клубе уделяется патриотическим проектам. В прошлом году участницы акции «Бабушкина забота» связали более пяти тысяч теплых вещей для бойцов спецоперации. Также для старшего поколения проводят различные экскурсии и занятия. Я и занимаюсь и спортом, и занимаюсь еще неким творчеством, рисую с удовольствием, тоже в активном долголетии. Спасибо, конечно, огромное нашим руководителям и губернатору в том числе. Фестиваль скандинавской ходьбы состоялся в нашем округе уже четвертый раз. После прохождения дистанции каждый долголет получил памятный приз и по традиции принял участие в чаепитии. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».